Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении кировского лихача Вадима Останина. Напомним, в последний раз он устроил головокружительную погоню в декабре прошлого года. Она закончилась скандальным задержанием на улице Карла Липнихта. Колесил он, как обычно, на печально известном автомобиле Volkswagen Polo с номером 812. Только на этот раз гонки он устроил не для забавы, а чтобы уйти от наказания. Ведь у молодого человека были признаки опьянения, а в кармане у него нашли подозрительный сверток. На улице Казанской сотрудники ДП заметили Volkswagen Polo с номером 812. Машина отъезжала от кафе. У водителей этого авто дурная слава. Они постоянно нарушают правила. То проезжают на красный, то делают заносы на оживленной дороге, то выезжают навстречку или устраивают погони. Вот и в этот раз инспекторы подали водителю Polo сигнал об остановке, но тот поехал дальше. Требования об остановке водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал. И, увеличив скорость, попытался скрыться от сотрудников полиции. Перекресток улиц Ленина и профсоюзный. Лихач промчался на красный сигнал светофора. В попытке уйти от преследования он также проскочил угол профсоюзной и свободы. Далее машина завернула во двор дома 2 по улице Карла Липнихта. И водитель побежал, но этот забег молодой человек проиграл инспектору. Водителем оказался 22-летний гражданин города Кирова, который управлял автомобилем с признаками опьянения, будучи лишенным права управления транспортными средствами. Водителем оказался все тот же Вадим Останин, который почти год назад тоже устраивал погоню. Скорее всего, он это делал ради забавы. Не раз за рулем пола был замечен его друг и собственник авто Анар. Манера езды та же. Что он нарушил? Во-первых, вы не остановились по требованию сотрудника полиции законного требования моего. Он не слышал. Во-вторых, на перекрестке вы из Карла Марса, про союзное, вы совершили левую поворотную аварийную ситуацию на дороге, подрезав два автомобиля, меня в том числе, и соседний, который двигался по левой полосе. Дорога скользкая, тормозит не мог. Третий, у вас нет, но полиция обязательно стартывания. Это стартывается. В июле произошел шокирующий инцидент у парковки возле ГИБДД. По словам очевидцев, из зеленой приоры с номером 307, на которой часто ездил Астанин, кто-то выстрелил по машине сотрудника полиции. На авто разбилось стекло. На место выезжала следственно-оперативная группа. Сразу после этого Вадима дважды за сутки ловили на его же приоре с признаками опьянения. Признаков алкогольного опьянения у него не было, но, тем не менее, проходить экспертизу оба раза он отказался. Также при нем обнаружили подозрительный сверток. Вскоре его лишили прав, и вот спустя несколько месяцев Астанин снова в центре внимания. После очередной погони, забега и задержания, он позвонил своим друзьям. Зная, что порою Вадима находит подозрительные вещества, сотрудники ДПС решили его досмотреть. Сначала у задержанного обнаружили сверток, в котором ничего не оказалось, но вторая находка оказалась более интересной. По данным прокуратуры, за повторное пьяное вождение Октябрьский районный суд назначил Астанину 240 часов обязательных работ. Также его лишили прав на два с половиной года. Приговор не вступил в законную силу. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok